Тарас Петрович! Ай! Ну и что там? Совсем глухо. Позвонил всем, кому только мог. Постараются помочь, но ничего не обещают. Жду. Я пыталась договориться о свидании с Серёжей. Не пустили. Ай! Какие толк в свиданиях. Всё, что мог на себя наговорить, он уже наговорил. Ладно, я сейчас на операцию, а потом поеду к его отцу. Зачем? Зачем? У него тоже связей полно. Пусть похлопочет за сына. Субтитры создавал DimaTorzok Тревога! Движение на час! Кто в машине? Ты видишь? За рулём мужика, рядом баба. Вроде мирная. Прикрой гражданский! Огонь! На крыло мирных! Если выжили, надо вытаскивать! Прикрой! Димон, плачь в палатку! Рафа, снабы! Водитель двести. Каландир, здесь ребёнок. Забирай ребёнка! Мы с Кимоновым заберём... Мы забираем мать! Водитель двести. Осторожно, голову. Девчонка вроде цела. Так, у матери ранение осколком в ногу. Давай промедол. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чего это с ним, командир? В воду отошли. Рожать будем? Чего делать будем? Так, её госпиталировать надо. Так, они помогут с вертушками. Сможешь сопроводить их до больницы? Да? Заодно твою руку посмотрим. Так точно! Доставим в лучшем виде! Так, я отчеркану записку доктору. Знакомый, он поможет. Крайний вызывает крест! У нас тут мирное триста! Крест! Ответьте Крайнему! О! Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше самочувствие? Спасибо, хреново. Вы кто? Я врач. Моя фамилия Шишкин. А где Олег? Олег, это ваш муж? Угу. Вы поймите, вы раненая, вы в госпитале. Я ранена? Я беременна? А мужа у меня больше нет. А Олег, это мой брат Дуна. Он нас с Анютой вез в белую церковь. К родственникам. Где Олег? Где Анюта? Тише, 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 тише. В вашем положении нельзя нервничать. Что вы знаете о моем положении? Тихо. Я беременна, у меня там, у меня там мальчики. Твои. Их отец убийца. Олег вез нас, а он по нам стрелял. Позови, пожалуйста. Не стой, позови меня. Анюточку и Олега. Алла, делайте снимки и везите в гинекологию. Позови. Психиатра, вызовите срочно. Олега, ну что ты, не слышишь? Не слышу. Олега, позови. Успокойся, успокойся. Прямо Триптов парк. Здравствуйте, я Ольга Семеновна, дежурный психотерапевт. Вы Олег? Да. Это, я так понимаю, ванюта? А чего вы ее держите? Посадите, пожалуйста. Где ваша сестра, которая раненая, беременная? Она где? У меня нет сестры, я сирота. То есть, это не ваша племянница? Нет, конечно. Они беженцы на машине под обстрел попали. А тот мужчина, который за рулем был, он, в общем, там остался. Я поняла. А раненую, беременную, командир велел в госпиталь доставить. Мы ей перевязку сделали. И промедол от болевого шока и шприц тюбика вкатили. Ну, в общем, у нее воды и отошли. А подождите, когда у нее отошли воды? А сейчас, который час? Половина четвертого. Получается, четыре часа как отошли. Обстрел в одиннадцать тридцать начался. А что же вы раньше-то не сказали? Это же все меняет. Документы у них были какие-то? Да, командир в бардачке нашел документы. Сейчас все передам. Так, давайте, девочку с собой заберу. Давайте мне документы. А вы, как сопровождающий, можете быть свободны. Извините, пожалуйста. А вы не подскажете, как я могу найти задорожного Сергея Борисовича? У меня для него записка. Вы слышали? Сергея Борисовича арестовали. За что? Да это бред какой-то. Будто он нашего раненого отвез с сепаратистом, чтобы те его грохнули. Да быть этого не может. Ну, конечно, не может. Ну, ты же знаешь, как для них дело сфабриковать, это вообще расплюнуть. Ничему их тварь эта революция не научила. Не психуй. Тимур, ну чашка есть. Прости. Действовать нужно. Ну, как действовать? Как? Соберем наших, пойдем штурмом СИЗО брать? Тимур! Или, может, сразу Майдан третий организуем? Я напишу пост, разместим в соцсетях. Нужно журналистов подключать. С телевидения бы кого-то хорошо, но жалко, у меня только в газетах есть знакомые. У меня есть знакомые на двух каналах. Ты умница. Ну, все понятно. Поскольку осколок расположен в критической близости от артерии, извлекать его необходимо немедленно. Что скажет гинекология? У обоих плодов нарушение сердечного ритма. И если воды уже отошли более четырех часов назад, счет идет просто на секунды. Так что гинекологическая бригада уже моется и готовится на Кесарево. Ну что, готовим первооперационную? Готовим очень быстро. Поскольку существует угроза жизни матери и обоих плодов, а наш ведущий хирург в каталажке, я принимаю решение. Работаем параллельно двумя бригадами. Ясно? Да. Все, все, все. Быстро, быстро. За работу. За работу. Моя фамилия Тараненко. Леонид Ильич. Я нейрохирург. Ольга Семеновна просила вас осмотреть. Как вас зовут? И как давно вы не чувствуете свою правую руку? Олег Сирота. Доброволец. Шесть дней, как отнялась правая рука. И вы неделю тянули? Куда ваш ночмед смотрит вообще? А где военный билет? Где предписание? У нас нет ночмеда. Был фельдшер, но теперь его нет. А военного билета у меня не было никогда. Я же в ато добровольцем пошел. Что за перманентный бардак? У вас вообще никаких документов нет? Было письмо от командира. Про записку я знаю. Человек, которому она адресована, временно отсутствует. Но я чем смогу, постараюсь вам помочь. Для начала вас нужно переодеть. Идемте к сестре-хозяйке, потом сдавать анализы. Мой мозг просто отказывается понимать, как он мог влипнуть в такую историю. Ну, не знаю. Другу хотел помочь. Ты же не думаешь, что он был в сговоре с этими из ДНР? Да нет, конечно. Но кто так помогает, Лена? Для обмена пленных есть специальные люди. Какого черта он полез в эту машину? Тихо. Слушай, а ты с отцом не можешь поговорить? Может, он повлиял бы на следствие? Но он, в конце концов, у тебя был замминистра, и сейчас у него должность не последняя. Так и что я ему скажу? Папу спаси моего бывшего, что ли? Ну, почему сразу бывшего? Просто коллегу. Я своего отца попросила. Попросила? Да. И что? Сказала, что подумает, чем можно помочь. Ну, ладно, своего тоже попрошу. По телефону же я ему не буду это все объяснять. А тут Анищенко ребенком нагрузил. Ну, давай я с ней посижу. Посидишь? Конечно. Хорошо. Жалко мне ее. Ой, видела бы ты ее мамашу. От мужа сбежала, брат погиб. Потом, всмотрав его, телефон ее зазвонил. Ну, муж, видимо, набирал. Она как заорет в трубку. Да будь ты проклят. Телефон об стенку. Ужас. Да, кошмар. В общем, ладно, ты с ней посидишь, я пойду. Да, конечно. Давай. Все. Давай. Спасибо, что пришли. Мы вот собрали подписи сотрудников за Сергея Борисовича. Я сейчас еду в прокуратуру. Может, вы тоже подпишете? Я не понял, какие подписи? Серега где? Арестован. За что? За то, что увез раненого Ивана Скопенко к сепаратистам. Это чушь. Я его отвез. Я. Так, поехали в прокуратуру. Да-да, войдите. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Здравствуйте. У нас тут новый пациент. Здравствуйте. Здравствуйте. Друг Задорожного. Ольга предупредила. Я не то, чтобы друг. Не суть важна. Мы анализы сдали. Угу. На фамилию сирота, да? Еще минут десять. Придется подождать. Тетя Лен, тетя Лен. Да, Анеточка. Это тот добрый солдат, который нас с мамой спасал и в вертолете летел. Да? Ну, раз этот солдат такой добрый, он, может быть, сходит за мороженым для всех нас. М? Ты же любишь мороженое? Очень люблю. Только у нас его сейчас не продают. А раньше я всегда ела мороженое. Тетя Лен, я к маме хочу. Мы к маме чуть попозже сходим. Ладно? Елена Георгиевна, позвольте мне. Нюточка, иди сюда. Где кафе, знаешь, сейчас вы с солдатом пойдете и купите самое вкусное мороженое. Держи. А я пока пойду, проведаю твою маму. Сходите с девочкой. Встречаемся здесь через десять минут. И ватлы уже можно выбросить. Дети и солдаты за мороженым шагом марш! ПОДПИСЫ Мальчик, шесть баллов по шкале АВГА. Запиши, шестнадцать тридцать пять. Дядь Лин, мы мороженое принесли. Молодцы. Изменяем мороженое на результаты. Ошибки не может быть? Вы уверены? Коаголограмма подтвердила. У пациента гемофилия. Ну-ка, разогните локоть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж такое? С вами все в порядке? Как вы? Да, все хорошо. Точно? Да, все в порядке. Чего это, Лена? Вам плохо? Нет, все нормально. Садись. Вот, держи. Может, чаю? Молодой человек, как вам с таким диагнозом в голову пришло идти в АТО? Куда ваши родители смотрели? Так у меня нет родителей, я сирота. А я думал, это фамилия. Вот, держите. Спасибо. И фамилия тоже. Я вырос в детском доме. В АТО пошел добровольцем, потому что по-другому не мог. А документы тогда были формальностью. Поймите это и помогите мне с рукой. Вы ведь врач, вы ведь обещали. Я сказал, что постараюсь помочь. Ладно. С этого момента вы поступаете в неврологическое отделение. Диагноз предварительный. Неврогенная контрактура суставов, моноперез правой конечности. Так, Сахарок, конфетки, угощайтесь. Спасибо. Спасибо, вот за это благодарю. Знаете, как там на фронте сладкого хочется? Пожалуйста. Я недавно трое суток в зеленке пролежал, гада одного караулил. Кузьма его кличет, лютый сепар, душегуб. Лежу в зеленке, а СВД в руках. А сам про конфетки думаю. Тот самый внедорожник. Давай, Кузьма, выходи. Ты уже приехал. Мать вашу, это же наш пленный. Да еще и ранен. Хоть бы перевязали. Один остался сторожить, другой за Кузьмой поехал. Жалко все, поле в минах не достать парня. Ну, ничего, брат, держись. Подождем. Да видно, чуйка у Кузьмы звериная, так и не появился. У меня вон рука отнялась, пришлось возвращаться. Моего папу зовут Кузьма. Давай, давай, лучше три. Чистота, залог здоровья. Считаю, что ты проходишь курс молодого бойца. Только вместо автомата, швабра. Дим. Какой я тебе Дим? Для тебя я, товарищ сержант. Димас, да оставь ты его в покое. Он брак. Он в части и двух дней не пробыл, сюда привезли. Не, не будет из него толку. Только нервы себе попортишь. Это ты еще что? Неуставные взаимоотношения? Не потерплю, отставить. Значит так, принимайте нового постояльца. Прошу любить и жаловать. Не макогон. Слава Украине! Героям слава! Ну что, парни, будем знакомы. Олег Сирота. Ты что, левша? Да нет, правая отказала. Это Димас. Аромобильный герой Донецкого аэропорта. Он даже во сне воюет. А я айтишник, пентиум. Можно просто пень. На кратчине связь восстанавливал, а здесь вот здоровье восстанавливаю. Ну, а это человекообразное недоразумение Соломаха. Соломаха это позывной или фамилия? Не дороже насчет позывного. Фамилия у него такая. А ты что, сирота? И по фамилии, и по статусу. А позывной Рафа. Ну что, парни, давайте чайку за знакомство, а? О, по-нашему. Кукла. Да. Девочка. Куколка мечта. Мне папа в детстве только машинке дарил. А она как только куколку увидела, все. Глазки заблестели, щечки зарумянились. Оттаяла, в общем. И про себя рассказала, и про маму, и про папу. В общем, не знает она, что в их семье произошло. Мама сказала, что они идут в гости ненадолго. Ну, хорошо. А что мы будем с ней делать? Шишкин звонил, когда мы в магазине были. Сказал, что операции прошли успешно. Так что мама Нюта жить будет. У нее теперь еще и два братика есть. Не понимаю, как у Шишкина это получается? Все успевает. Ну, жить-то они будут. Только вот где и как. Ты Шишкина плохо знаешь. Он как только увидел в этой Алевтине родственную душу, всю ее телефонную книгу прошурстил, телефон собрал как-то, созвонился. И родственники сказали, завтра будут. На, Шишкин. Да. Я сама не ожидала от него такой пройти. Он на час раньше отпросился и поехал за пеленками, распашонками для Алевтины. Видишь, Нестин, великое дело. Ну, да. С Нютой-то что мы делать будем? А что с ней делать? Одели, обогрели, накормили. От ненужных мыслей отвлекли. Что еще надо? Ну, а ночевать-то она где будет? В госпитале. Пусть и ночует. Где? В лаборатории на этом вот диване? Ну, пусть и меня в кабинете переночуют. У меня хороший диван. И поменялось дежурствами. Есть постель. Да и не об этом. Как думаешь, если я ее к себе домой заберу? Шишкин предварительно с ее мамой все согласовал. Ой, Ленка, все устроила. Давай за то, чтобы у нас все с тобой так ладненько получилось. Давай. Парни, а чего четвертого за стол не приглашаем? Да спокойно, Рафа. Он все равно с нами не сядет тут. Откуда такое, кстати, позывное, Рафаэль? Черепашки ниндзя, что ли? Да нет, я еще с детдома неплохо рисовал. Парни на блокпосту оценили мои художества. Ну, вот и назывался я в честь художника Рафаэля Санти. Ну, на правах старшего по званию к приему пищи приступить. Да что, что ты делаешь? Лезвие, лезвие забирай. Где он такое достал, то интересно. На мусорник, раб моего держим, зови доктора. Сын, у меня хулиган. Стащил мою помаду и на тихом часе взвесовал три пододеяльника. Ну, что, нормальный пацан растет. Я вон в детстве не такое вытворял. У нас в детском садике был Петька. Жмот редкий, ябеда. В общем, я во время тихого часа ему майку клеем намазал. А он к простыне прилип. Смешно. Да. А мне тогда от отца влетело по первое число. А вам, наверное, Мариночкой тяжело одной сына воспитывать. Я не одна, мне родители помогают. Ясно. Хорошо, спина как новая. И ручки у вас волшебные. Так. Марина Ивановна, это что такое? Вас-то на летучке заждались, а вы тут с больным любезничаете? Это я ее задержал. Извините. Что еще за летучка? Какая летучка? Да нет ни какой летучки. Нужно же было как-нибудь твоего ухажера отвалить. Никакой у него ухажер. Да. Точно. Это хорошо. Я сегодня не жорю. Уставайся, я загляну. Я не могу. Артемка без меня плохо засыпает. Девушка, я из неврологии. У нас сосед себе вены вскрыл. Ржавым лезвием. Мне бы доктора найти. Господи, Данислав Андреевич, тут в неврологии выпадка суицида. Ого. А там что, врачей что ли нет? Ну, пришел пациент уже. Идемте скорее, глянем на страстностерпца. А Валечка, позвоните в психиатрию, и пусть подойдут в неврологию. Да. Это полный беспредел, Тарас Петрович. Никита взял все на себя. А следователь, вместо того, чтобы освободить Сергея Борисовича, просто взял и арестовал его друга, как соучастника. Да, Маруся, я занят. И не скоро. Маруся, дома поговорим. Дома. А еще следователь сказал, что если с Валерой что-то случится, то за доведение парня до самоубийства ответят оба. О, поговорила. Поговорила. Присаживайтесь. Отказал. Сказал, что не желает вмешиваться. Говорит, если Сережа не виновен, его и так отпустят. А виноват, пусть отвечает. Если то, если это, батька называется. Да. Я на минутку в неврологию бегу. Хотела узнать, что там с Сергеем, что-то решилось? Делаем все, что можем. А можем и, как оказалось, с гульки нос. Извините, Тарас Петрович, я на обратном пути загляну к вам. Хорошо? Ладно, я тоже пойду. Проверю после операционных. Пойдем, Вадим. Вот эта палата, доктор. А вот, Леонид Ильич, что-то у вас происходит? Не было никакого суицида. Имитацию мне тут один клиент устроил. Вены, артерии, ничего не задето. Капиллярное кровотечение. Оля? Промыли, перевязали, укололи, спит. Что такое? То есть, симулянт? В классическом виде. Не хочет в армии служить. Завтра будем разбираться, что с ним делать. Так а что с ним решать? Вы его к нам направляете, дадим заключение на ВВК, все. Ладно, завтра будем решать, что делать. Да и не одним. Сирота. Так точно? Только я не понял, ВВК это военно-врачебная комиссия? Соломаху комиссуют? Вы вот что, сирота, не злоупотребляйте. Раз бы у нас тут на птичьих правах быстро в гнездо и до утра не чирикать. Завтра утром займемся вашей рукой. Массаж, физиотерапия. И все такое. Что? Так, я вот не понял сейчас, что было? Я тебе сейчас все объясню. Да? Ну, для начала объяснишь, что ты вообще делаешь. Объясню. Вне смены. Так ты говоришь, у нас есть свидетеля, которым не знают следствия? А, да. Мы его в неврологии спрятали. А что нам это дает? Да я не знаю. Я, собственно, решила же с вами посоветоваться под записку. Он вместе с ней приехал. Адресована Задорожному. Здравствуйте, Сергей Борисович. Андрей Рудковский, постскриптум. Рад был встрече. Даст Бог, свидимся. На всякий случай, мой номер телефона. Ну, нам это что-то дает? Ни черта нам это не дает. Документов у него нет. Нет. В бывшем Беркутовцем отношения, сама знаешь, какое свидетель, какой-нибудь свидетель. Что он видел? Как Сергей одного привез, другого отвез? Нет. Вот сбежавший Валера. Вот это главный свидетель. Остальные. Ну, его друг Никита. Пошел давать показания. Арестовали. Нет, Оленька, так мы Сергею не поможем и ребят подставим. Ладно. Засиделась я у вас пойду. Слушай, а вот этому сироте, что приехал, помощь нужна? Им Тараненко занимается. А, ну и добрая. Все. До свидания. Бежи. БК. Где БК? Пацаны, мать твою, у кого БК остался? Дайте мне БК! Не смей. Ты не понимаешь, я не собираюсь его душить. Так, тёмно устрою, достал уже. Я сказал, не смей. Вставай, иди в туалет. Мать твою! Димас, ложку, быстро! Надо вытащить ему язык, иначе он задохнётся. Он не умрёт? Он не умрёт. Это симуляция. Мятой пахнет. Ах ты, тварь! Рапа, уводи его отсюда! Тише! Тише, успокойся, тише! Всё, 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 тихо, спокойно. Всё. Ах ты, сучонок! Я не могу, когда на меня так смотрят. А я не могу понять, что это за человек? Я? Самый обычный. Чего ты тогда боишься? Я боюсь, что меня убьют. Я боюсь, что маму больше не увижу. Я боюсь, что из этого проклятого отца я не вернусь больше никогда. Я домой хочу! К маме! Я жить хочу! Жить! Ты думаешь, я не хочу жить? Зная, что у меня кровь не сворачивается, и любое ранение будет для меня смертельным. До госпиталя меня просто не довезут. Я тоже боялся, но я сделал свой выбор. Сейчас я вижу страх в твоих глазах, и это нормально. Говорят, что не боится только дурак. Ты боишься, значит, ты умный. Умный может преодолеть свой страх. Именно в этот момент мальчики и становятся мужчинами. Ладно, считай, что ты добился своего. Скоро тебя комиссуют. До этого момента ты доживёшь. Если только, конечно, будешь вести себя смирно. Ты меня понял? Да. Я услышал, что ты сказал. Но я не могу понять, кто ты. Считай, что я твой ангел. Считай, что я твой ангел. Скоро тебя отбой. Считай. Алло, жаль. Считай. Считай, что ты думаешь, я не могу понять, кто его нет. Доктор? Да, Алифтина? А можно я... Можно я одного из своих мальчиков в вашу честь Алексеевна зову? Да ладно, не стоит. Алифтина, кормите малышей. Леша, пойдем. Да, я сейчас, Вера Захаровна. Алифтина, я ваш телефон починил. Вчера созвонился с вашими родственниками из Белой церкви. Они обещали к обеду подъехать. Да, и вам вот Кузьма опять звонит. Я не буду с ним разговаривать. Вы уверены, муж все-таки? Не о чем мне с этим убийцей говорить. Мы когда ехали, это его люди по нам стреляли. Я понял. Кормите малышей. Ну, что, налюбовалась братиками? Угу. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Пацаны родились. Угу. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, солдат. Скажи мне, как тебя зовут? Олег. Олег. Я попрошу у мамы, чтобы одного из братиков назвали Олег. Как и тебя. Ну, почему? Потому что ты нас спасал. И меня, и маму, и братиков. А еще ты сильный и добрый. Как ангел. Я видела на картинке в церкви, в которой мы с мамой всегда ходили. У ангела в одной руке меч, а в другой цветы. И он с крыльями. Нет. Я не ангел. Вот, возьми. К твоей маме, наверное, еще не пускают. К сожалению, нет. Ну что, пойдем? Да. Всего доброго. Телефон Алевтины. Попросила унести. Ей муж беспрерывно звонит. Узнал, что она здесь, в госпитале. А она с ним говорить не хочет. Боится его? А я бы с ним давно потолковал. Можно, доктор? Конечно. Алло, Кузьма. Ну, здравствуй. Привет, папуль. Тот самый задорожный? Так сразу же. Да. Что у тебя с ним? Ничего. Он просто работает в нашем госпитале, пап. Будет просто очень обидно, если человек сядет ни за что, ни про что. Тем более, если твой один звонок может все решить. Что у тебя с ним? Пап, ничего. Уже ничего. Ну, правда. Как Катька? Нормально, Катька. Море теплое, кормит отлично. Домой, правда, говорит, хочет. Но я думаю, что до конца смены еще неделечку можно подождать. Заберешь, вези сразу к нам. Ну, конечно. Я смотрю, все скучилось. Хорошо. Хорошо, пап, обязательно. Пап, пап, так ты мне поможешь или нет? Посмотрим. Смотрите, парни, Соломаху ведут. Все, доигрался. В психиатрическое отделение переводят. Да ладно. Я тебе серьезно говорю? Перебор с суицидом вышел. Теперь его от самого себя изолировать надо. Нет, парни, его на комиссию ведут. Откуда знаешь? Личные вещи не несет. Только бумажки в руках у доктора. Комиссуют нашего уклониста. Завтра уже пирожки домашние жрать будут. Сбылась его мечта. А я так думаю, что для каждого из нас такой расклад, это как крестный путь. Не богохульствуй. Сказано в Писании, всяк возьми свой крест по себе и иди. Эх, Господи, мне бы только руку подлечить. Так охота к парням вернуться. А какой из меня снайпер, когда рука не работает? Димас, что это у тебя за коробок? А, это спички волшебные. У ландера взял, охотничьей называется. Короче, спичку в лужу бросаешь, она под водой горит. Сейчас покажу. Димас, детям спички не игрушка. Димас, в твою... Димас, братан, ты меня вылечил. А-а-а! 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 Свинья поляна! А-а-а! 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 Что, брат? Все серьезно? Говори, что делать. Значит так, план такой. Девушка, красавица, зачем пешком ходишь? Давай подвезут. А заведется. Давай, молодой. Держи. Спасибо. Я так понимаю, по Сергею Борисовичу пока глухо. Да глухо. Мы вон передачу собрали, а меня назад отправили. Сказали, перефасовать нужно. Угу. Погнали. Снова, не понял? На три стихи. Причем. Не обрадуешься. Ты обращайся. Драко, что ли? Вы с ума посходили? Вы обалдели трое на одного? Гад. Гад. Смотри, ты здесь становись, так тебе будет все видно. Смотри, ты здесь становись, так тебе будет все видно. Спасибо, доктор. Все в порядке. У меня для вас две новости. Плохая, очень плохая. Вдова вашего брата, примите мои соболезнования, приехала забрать Анюту. Мои родненьки, доктор Афт, вторая новость. Во дворе госпиталя задержали вашего мужа. Его узнал тот солдат, который привез вас сюда. Ваш муж был вооружен. Фу, господи. Как этого парня зовут? Олег Сирота, если не ошибаюсь. Можно мне как-то его отблагодарить? Дело в том, что его никто найти не может. Семь тысяч лайков. Завтра можно было бы крутую акцию замутить, если б не этот выпуск новостях. Ситуация неоднозначная, следствие разберется. Зачем я только пригласил этих телевизионщиков? По Сергею, как я понял, новостей нет. По Валеричку тоже. Наши ребята дежурят и на автовокзале, и на железнодорожном. Фотографии у них есть. Я не знаю, или пропустили, или... Или уехал на машине, и теперь ищи свищи. Я в чай звонил, там его тоже нет. Кофе? Привет, ребята. Настя, что с тобой? Да ничего. Это кто такое сделал? Не мой сегодня день. Тимур, давай перекись. Я хотела с мамой Валерки поговорить, они у родственников остановились. Темпераментные люди оказались, с лестницы меня чуть не спустили. Адрес. Ну чего ты, какой адрес? Валерки там все равно нету, а у них горе в семье, что с них возьмешь? Я узнала, что у Валерки однокашник где-то в броварах живет. Нужно будет утром съездить. Утром ждать не будем, пойдем сейчас. Я бровары как пять пальцев знаю. Ты со мной? Ну, ясно. Ну, и я с вами. Настя, ты здесь остаешься. С тебя на сегодня не хватит. Поехали, геноцвали. Держись. Да ну сейчас. Да, хороши мы с тобой, Леонид Ильич. Пациенты от нас разбегаются. Есть вот какие-то данные на этого пропавшего сироту. Как мы его искать-то будем? Есть фио, название батальона, номер блокпоста. И это все? Стоп. Есть данные его командира. Тот писал записку задорожному. Точно. И записка эта где-то у меня должна быть. А там был телефон. Один. Есть. Вот, держи. Давай звони. Вот. Это дополнительный свидетель невиновности задорожного. Здравствуйте. Так что Сергея Борисовича можно выпускать. Ну, я готов дать показания. В день исчезновения вашего пациента мне позвонил Сергей. Заказал машинку на ближайшее. Затем он сказал гнать по трассе. Там мы перехватили джип. Сережа вышел тогда и очень сильно ругался. Потом он пересел к ним в машину и они уехали. Ну, хорошо только. Это ничего не меняет. Так у меня есть запись видеорегистратора. Там все видно. Не слышно? Ну, хорошо. Пишите заявление о передаче данных видеорегистратора следствию. Мы проведем экспертизу. Но пока я не увижу результатов экспертизы, говорить о изменении меры пресечения задорожному, преждевременно, перевожу. Это ничего не меняет. Извините, можно вас еще на минуту? А вот это вот? Тоже ничего не меняет? Где вы его нашли? У друга нашли, в Броварах. Он хотел денег занять, чтобы в АТО отправиться и мстить за отца. Только ему самому плохо стало. У него рана открылась. А еще вчера здесь, в госпитале, задержали Кузьму. Сепаратиста, у которого в плену Валера был. Валерий Иванович, вы готовы дать показания о причастности задорожного и Воробьева к гибели вашего отца? Батя погиб из-за меня. А его друзья ничего не знали. Они думали, он выкуп везет. Он всех обманул. Мам, я не мог ничего сделать. Так, я попрошу вас покинуть палату. Мне нужно допросить свидетеля. Алло, мне нужен Рудковский, Андрей. Плохо слышно. Говорит Тараненко. Тараненко Леонид Ильич. Военный госпиталь, Киев. Скажите, а есть у вас такой боец, Олег Сирота? Сирота. Да, как нет. Что значит полчаса, как нет? Я не понял, прошу пояснить. У вас понял, спасибо. Леонид Ильич, не тяни. И докладываю. Рано утром сирота в гражданской одежде заявился на свой блокпост. Не успел переодеться, как блокпост был атакован превосходящими силами противника. Завязался бой. Спасая жизнь своих товарищей, боец Олег Сирота погиб смертью храбрых. Леонид Ильич, боец Олег Сирота. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет рядом. А тебе предстоит принять самое важное решение в жизни. Неважно, кем ты был, важно то, кем ты станешь сейчас. Запомни, страха больше нет. Все будет так, как должно быть. Рафаэль. Это последняя, да, ребят? Скажите, эта машина идет в зону АТО? Да, ребята, гуманитарку везут госпитальером под Донецкий аэропорт. Хорошо. Мне как раз туда и нужно. Вы простите меня за все, что было. Ничего не понимаю. Тебя ж вроде как комиссовали. Вчера погиб Олег Сирота. Я должен занять его место. Я так решил. Ну, держи краба. Я тоже скоро туда поеду. Да, пути господни неисповедимы. Какое позывно себе возьмешь? Вчера. Рафаил. Олег так письмо подписал. Да. Разрешите? Надо было меня еще зимой уволить, Петрович. Ничего бы этого не было. Давай помянем Ивана. Раньше только мама была на совести, а теперь еще и он. Иван сам это выбрал. Только от этого не легче. Уже морозил. Уже еду. Уже все в порядке. Приехал. Приехал. Вышел наш юхим из воды сухим. Значит так. Марш домой. Принять душ, поужинать, отоспаться. Завтра с утра ты дежуришь. Все понятно. Конечно. Слухай, может ты у меня переночуешь? Не сбегу, не переживайте. Ну да, ну да. Давай еще по одной. Давай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok